Всем привет! Это третий урок базового курса по роботрафику. Сегодня мы познакомимся с составом набора и обсудим все, что нам необходимо для прохождения данного курса. Итак, первое, что нам понадобится, это трасса. На ней каждый знак имеет специально отведенное для него место. При этом вы можете сделать трассу самостоятельно, нарисовав линию черным маркером на белой бумаге или наклеив на светлую поверхность изоленту. О правилах установки знаков мы уже говорили в прошлом уроке, поэтому уверены, что вы справитесь. Также нам понадобится машинка платформы Roborace. Это тот самый автомобиль из предыдущей главы. В следующем уроке мы его немного модернизируем и будем использовать в данном курсе. Если вы вдруг не проходили прошлую главу и машинка у вас не собрана, то перейдите к уроку о сборке машинки. Там очень подробно рассмотрен этот процесс. А если у вас нет опыта программирования Ардуино, то вам сначала нужно пройти первую главу. ИК-приемник передатчик необходим для беспроводного обмена данными по ИК-каналу. Про него мы уже с вами говорили в предыдущих уроках. Кстати, если помните, в машинке платформы Roborace также стоял инфракрасный модуль. По принципу работы они схожи. Главное отличие нового модуля – возможность не только приема, но и передачи информации. В будущем наша машинка будет не только получать информацию о знаках и светофорах, но и отправлять ее, например, другим машинкам. Далее – знаки. Знак «Опасные повороты» в правилах дорожного движения под номером 1.12.1. Предполагает, что автомобилю необходимо снизить скорость для преодоления опасного участка дороги. Следующий знак 3.24. Ограничение максимальной скорости в вариациях на 20, 40, 60 и 90 км в час. Мы будем использовать знак на 60 км в час. Он предполагает, что водителю нужно снизить скорость и двигаться не больше, указанное на знаке. Следующий знак 1.23. Дети. Устанавливается перед каким-либо детским учреждением и также указывает водителю, что необходимо снизить скорость и аккуратно проехать данный участок. Следующий знак 3.31. Конец всех ограничений или, как его негласно называют водители, начало беспредела. Этот знак отменяет действия многих предыдущих дорожных знаков. Среди них, например, ограничение максимальной скорости. Знак направления движения. Бывает нескольких вариаций и указывает направления, в которых разрешено продолжить движение, в случае, если он устанавливается перед перекрестком. В нашем случае это знак 4.1.3. Поворот налево. Знак 1.1. Железнодорожный переезд со шлагбаумом. В комплекте со шлагбаумом. Устанавливается в месте пересечения дороги с железнодорожным переездом, который оборудован шлагбаумом. Знак 2.5. Движение без остановки запрещено. Запрещает движение без остановки. Также водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по пересекаемой проезжей части. Знак 3.1. Въезд запрещен. Или в простонародье кирпич. Запрещает въезд на участок дороги с той стороны, где он установлен. Светофор с дополнительными секциями. Светофор это специальное устройство для регулирования движения транспорта и движения пешеходов. Но о светофорах мы будем еще говорить в одном из следующих уроков более подробно. Следующее, о чем хотим напомнить, это библиотеки. В первой главе мы установили все необходимые для работы библиотеки. Если вы этого не сделали, вернитесь к тому уроку и установите недостающие. Также для работы удобно использовать дополнительное оборудование. Например, для автономной работы знаков удобно использовать модуль батарейный отсек, в который вставляется аккумулятор формата 14500 на напряжении 3,7 вольта, литий-ионный. Он позволяет обеспечить автономную работу устройств, а также заряжать их от USB разъема. Также напоминаем, что перечисленные знаки это только те, которые мы будем использовать в рамках данного набора. Мы подготовили еще множество знаков для того, чтобы сделать вашу трассу интереснее, поэтому при желании вы можете их приобрести. Продолжение следует...